здорово дамы и господа рад вас приветствовать на своем канале с вами как всегда ваш непокорный слуга как видите я в полном здравии и рассудки я уже все отмонтировал и вот-вот выложу получилось так себе на самом деле потому что это мой первый опыт и здесь наверное просто попытался рассказать о том из чего состоит день обычного бродяги который в данный момент запустил небольшой интернет-магазин электроники двигается преимущественно на горбушке но вы увидите что есть здесь и другие локации не буду сильно разглаголивать и мы сейчас стартанем приношу извинения подписчиков за то что я до сих пор не стал знаменитым надеюсь эту историю когда-нибудь исправим а еще больше надеюсь что не исправим прочее подписывайтесь на канал не подписывайтесь ну все отбой конец связи приятного просмотра и всего остального до свидания ломаю шею подписчикам ломаю шею зрителям здорово сегодняшним днем решил надо начинать снимать вот прям плотно все для этого есть все сформировалась из людей ну как это все смонтировать преподнести будет ли это интересный контент или гау который я сам удалю и не выложу в общем ладно стартуем вот это здание в котором я живу я помню еще по щеголя не бегала вот здесь на митинском радиорынке работал я думал вот это яркий центр я думал там только бизнес-центр я не знал что там апарт-отель еще есть я смотрел и думал блин вот офис бы там снимать было бы прикольно потому что мы считай работали на митинском радиорынке даже звучит беспонтово а внутри там еще страшнее там до сих пор ездят коляски которые беляши разводят знаешь я пирожки там с картошкой но они конечно вкусно да но сам по себе факт того что это такой рудимент и этот рынок сам по себе он никак не развивается так платный туалет за 20 рублей короче все я сейчас иду в метро не водишь по прямой метров 800 там падаю поезд я думаю все отбой конец связи такие красивые начали поликлиники делать я не знаю в регионах сейчас так делают или нет но в москве прям вообще фасад он так дорого очень дорого стоит я бы вот эти яркие цвета конечно убрал сделаны такими яркими наверное это сделано конечно для того чтобы было видно но все равно фасад смотри надо вот так вот фоткать отдельно и говорить угадайте что за жилой комплекс и вы должны будете угадать что это клоун 9 или red 12 или какой-то забор симпатичный я бы здесь жил приватизируем попозже кстати моя остановочка стильные если кто не знал этот типичный метро выглядит ходы примерно всегда одинаковые на парке победы всегда такая движня все друг на друга прут я думаю что сейчас и начнут драться вот здесь заходя на этот мост спискаясь с него ежедневно мы сейчас не так ежедневно как раньше я всегда смотрел на постройку вот этой дороге вот здесь поселили уже провинной коврик вот здесь разровняли здесь раньше был вообще house я смотрел как здесь ездят грунтовые катки или первый слой щебня камня он там продолжается ну и прям вдаль наблюдал каждый момент смотрел за техникой техники было очень много приятно смотреть за тем как у тебя на глазах появляется результат классно а вон там находится вот это барклай плаза мы хотели здесь офис снять конечно я не нашел свободных мест ласточка а вон там на чердаке 1 который мы сняли горбя 10 квадратов мы сняли за 16 час уже аренда выросла мы платим на него 25 плюс по 28 на вместе с уборкой то здесь квадратов нормально а когда мы здесь еще работали в этих 10 квадратных метрах в четвером я всегда утром заходил вообще вашан брал кофеечек пацанам брал хэп-доги и нибудь булки сэндвичи багеты вот там меняли эту выборку каждый день пиццы там всякий короче вкусно завтракали вместе для меня это был второй завтрак ну и собственно говоря я сейчас сначала закуплюсь а потом в офис а мы сегодня вдвоем с андрюхой я вас познакомлю у меня в жизни много святая святых это одна из них находимся во внутреннем дворе горбах и собственно говоря отсюда и стартовали молодые коммерсы мы сначала также какие многие здесь появились думали где же все берут он вход в рубин кому обратиться кого закупиться это уже постепенно потом мы поняли что первоэтажный клетка в основном перекупы где-то на высоких этажах есть цены задает тому собой сейчас у нас полный букет фарш все эти ребята здесь мы знаем и собственно говоря мы можем делать это с деньгами без денег резервировать остатки короче мы по самой верхушке я сейчас покажу первое время пацаны все гудели о том что впадло подниматься на 6 этаж но движение жизни я всех уговаривал любить идею много ходить мы реально нахаживали много шагов это нагрузка навсегда полезно нельзя мне кажется наоборот на жизнь таким образом чтобы у тебя было больше поводов двигаться у нас в очередь как видите мы тут не бездельно чем вообще везде окружаем себя здесь короче все время нагибаешься и бюро месяц я хотел вот так на всех проемах лестничек вот так сбродившись конечно прикол вот так я выгляжу спустя четыре недели баку спустя подъем пятидесяти проемов у тебя тук у меня сегодня первый день съемки влога я тебе кофе взял скажи на видео что я так делаю всегда ну может за утро приносит кофе может быть не каждое утро а вот покушать да это андрюха надо пожать руки мы с андрюхой знакомы почти с детства практически но садика я имею ввиду потом там жизнь нас разлучала а ты знаешь что мы садика знакомы мне мама рассказала я-то не помню потом я андрюхи рассказал и потом мы в школе вместе учились какое-то время раму наехать тюмень сейчас вместе работаем андрюха спортом не занимается выглядит здоровее всех это меня обижает больше всего сейчас будем делать работу упорю вчера огромную привез и хот-док сейчас ем но с андрюху размеру это мой macbook macbook asus viva book каждое утро я его протираю не включая пароль не покажу лучше вам попомнить если это бандит из графа монтекристо он читал книжки и воровал людей и потом требовал с них выкуп они платили ему деньги он их отпускал если не платили выкуп то убивал такой нормальный бизнес ок это macbook куречка так короче сейчас мы выдвигаемся в наш офис на ленинградку андрюха сейчас подойдет к тачке все самые хитрые пока что не сильно много зарабатывающие работники горбушки паркуются не на платные внутри двора вон там как нищие нищеброды и собственно говоря вот так вот лишь на красивый мужик перевозил через забор как это сделаю я вот так машины пропускаешь здесь а потом разрезаешь пространство разрезаешь вот это вот это ручная дорожная фреза режет асфальт вот наша тачка я здесь оказался быстрее андрюхи в принципе стоило ждать у меня длинные ноги атлетические поэтому я быстро передвигаюсь буду ждать вот так как мы заезжаем шлагбаум Пароль мы вам не скажем, чтобы не вломились вам в офис, если мы поссоримся, да потом придется вас искать и мстить. Вот здесь у нас такая лестница, как в бригаде. Скоро мы там камеры поставим и из кабинета можно будет смотреть, производится на нас облава или нет. Здесь все замаскировано под больницу. Здорово, граждане. У меня влог записывается. Слыхали о таком? Влог? Влог. Опа. А, это стулья из днюхи. Я думал у меня кто-то стул отжал. Я ведь с того дня все еще подарки не разбирал. А я прямо сейчас заберу. Ну, бумажки надо брать. Короче, я сейчас соберу подарки, еще кое-какую шлакотин по работе и мы поедем обратно. Сейчас еще краткий обзор экскурсии произведу. У нас есть дартс, у нас есть шахматы, у нас есть гвозди, на которых мы стоим, доска. А, кстати, мы для доски взяли фломастеры или нет? Нет фломастеров? Отдельных, микроволновка, чайник, все что есть у успешных ребят в описании. Тапочки тоже. Тут как кушенька. Да их тут сколько? Сейчас вырастет тут не только перцы, но и бананы, я надеюсь. Я взял подарки из них, я взял гвозди, чтобы сегодня вечером поставить зонтик на всякий случай. Сейчас надо сгонить до номера, а потом снова на горб. Вот такие планы. Хотел снять, мы сейчас на Митинском рынке. Заехали пару вопросов обкошлять. Все, выдвигаемся уже отсюда. Обратно на горб. Плохи. Раскочили сейчас на рынок, такой небольшой, перекусить. Есть здесь кафешка, называется Бабка. Мы там берем блины. И я думаю, блин, как было бы здорово брать продукты, овощи вот здесь. И, знаешь, домой, короче, возвращаться вот здесь. Вот здесь тоже. Возвращаться домой с таким картонным пакетиком. Дыньку, может быть, с собой прихватить в сеточки. И больше овощей, конечно. Вот кафешка. Короче, минутка мечтания. Представление, визуализация. Блинчик с болоньезой, куриный супчик, морсик, салатик. Чисто пацанский набор, да? Пару слов про овощи хочу сказать. Просто когда овощи даже ешь... Ну, само состояние классное. От того, что ты кушаешь правильную пищу. Ну, что такое ведро салата огромное? Мне на двоих положили? Сейчас буду считать деньги на камеру. Почему? Потому что я люблю понтоваться. Хе-хе-хе. Тоже чертезин. Соточка. Выглядит вот так. Вот так киска. Заскакичил до терминала в торговом центре. Мне надо было снять налички. Это наш повседневный головняк. Приходится обвинять туда-сюда, на самокате. Искать, где сейчас есть наличное. Из-за того, что большинство закупок у нас проводится именно за наличку. Вот. Это где-то 700 тысяч. Закупка у нас сегодня будет еще большая. Сейчас нам должно прийти еще... 990, а насчет. И их тоже надо будет где-то снять. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Осталось только подсчеты. Мелочевка, которая есть, посчитать. Какие-то там обращения в Яндекс написать по мелочи. И все. Я за собой всегда прибираюсь. Все по чистоте должно быть в одном месте. Здесь упаковочная. Здесь у меня ноутбук. Проводочки все аккуратненько. Разложил пакеты в одном месте. Мусор вынесу сейчас. Настолько, насколько возможно. Порядок. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все я на районе. Спустя час, собственно, как и всегда, я книженку оставил в офисе. И поэтому мне сейчас грустно везде. Каждый раз приходится что-нибудь включать на ютубе. У меня так много этих сперменок. И еле просто втыкать по музыке. поджимаемся и встанем на гвозди до дома я блин знаете что заметил я не знаю в какой момент я начал это ощущать но меня это немного пугает не начала нравятся всякая старая музыка типа знаешь группа крови на рукаве твой порядка или типа белые ночи или типа облака ветер пускает это реально напрягает потому что куда ты бежишь молодость скажу честно мне не хочется отжиматься вот прям не в моготу но в таких случаях я уже очень много раз себя перебарывал проходил через это задача просто взять и сделать столько сколько можешь просто сделать может быть на второй подход мне уже даже захочется этим заниматься из-за того что я простудился я занимался уже две недели для меня это слишком большой перерыв обычно я как минимум 23 раза в неделю начнем не тяжело на самом деле я как будто бы не так лень как могло бы но все равно главное положить начало чувствую что не хочется покушать много восемь часов не обедал со в два не окончание первого съемочного дня подытожим 6 сентября подошло к концу я надеюсь что завтра я это запущу потому что я сейчас уже начал монтировать спида можно куски вырезать определенные на контента получилось на час 56 минут и в основном там голова ходит рассказывает о чем-то не сказать что это что-то интересное но будем потихонечку добавлять прибавлять может там глядишь интересно будет я ложусь спать ложусь вот на вторую половину смотрю вдаль красиво красиво райончик мою любимую павшинская поэма с мостом который на кокос ведет колесо обозрения церковь красивая здесь пока вам покажу как ну ладно короче спасибо что были с нами ставить лайки не нужно потому что это ужас какой там подписывайтесь от канала всем отбой конец связи